Друзья, привет! Рад вас приветствовать в нашей анимационной школе ОСАН. Мы по старой доброй традиции в нашей школе продолжаем нашу рубрику «Разбор полетов». Это значит, что каждый наш подписчик может представить свой шот и, по мере своих сил, попробуем вам помочь и продуматься дальше с вашим шотом. Сегодня у нас «Разбор полетов» номер 9. Мы смотрим шот нашего подписчика Армена. Ну что ж, давайте начнем, посмотрим. Как мы видим, здесь у нас чистая будет механика, прыжок вперед. Если смотреть на эту работу, то, в принципе, она выполнена достаточно неплохо. И я бы так сказал, что на уровне проработанного сплайна здесь работа выглядит очень неплохо. Но, как вы знаете, что нет предела совершенства. Мы очень любим в нашей школе работать с анимацией высокого качества. И, соответственно, всех своих стажеров мы стараемся учить, прорабатывать свои шоты, полировать их достаточно досконально. Поэтому сейчас мы поговорим о каких-то, можно сказать, мелких деталях. То, что действительно может этот шот сделать более качественным. Потому что здесь еще есть на чем работать. Поэтому давайте начнем. Значит, первое, что мне бросается в глаза, это, конечно, главная проблема, которая выявляется у нас в группах, по будильной панике, это работа с шеей. Почему-то очень часто стажеры выключают это звено при работе с телом. Ну, то есть, когда люди работают с телом, то они работают с весом, так сказать, с телосом, с контролем непосредственно тела и контролем головы. Но почему-то шею они как-то боятся с ней, боятся работать. Здесь я вижу тоже об этом лист. В этом тоже, в этом шоке тоже я вижу эту проблему. В чем? Ну, допустим, давайте посмотрим, проармонизируем вот эту позу, где мы видим, находится голова. То есть во время подготовки, когда персонаж готовится, отводит руки назад, то, соответственно, его шея начинает балансировать. То есть главная задача нашего тела, нашего скелета, скажем так, в жизни, это создавать баланс. То есть потому что, ну, какую бы форму, какую бы позу мы не принимали, то наше тело постоянно пытается поймать некий баланс. То есть если я начинаю отклоняться, шея здесь работает как, можно сказать, такой некий маяк, который заставляет мою голову держать горизонтальное положение как можно дольше, потому что у меня так удобно по жизни, да, то есть смотреть горизонтально. И... 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 И, соответственно, здесь, когда тело откидывается назад, то здесь шея, так же, как и о чем мы говорили, начинает балансировать. То есть шея уходит вперед. И, соответственно, все вот это у нас и вода. Это очень важный момент. Армен, посмотри, когда еще раз, когда он откидывается назад, чтобы посмотреть, как у него работает голова. У него голова в этот момент, то есть если посмотреть на подбородок, подбородок начинает, тогда шея идет вперед, путь суда. То есть если он немножко наклонялся, посмотри, как смотрит у него линия глаз. То есть в целом, во всем счете, что тебе нужно поработать, это шею добавить и работу головы. То есть шея и голова, они всегда будут работать в закрестке. Маленькая волна такая. Соответственно, когда он начинает идти отсюда вперед, то шея ему и так уже впереди. Вот только не вверх, она должна смотреть, как сейчас у тебя, а немножко больше вперед. И, соответственно, у него в этот момент подбородок начинает подниматься. То есть мы должны чувствовать этот уровень. Так он был. Так он был. И вот так он был. То есть тогда мой подбородок ездит еще больше. Ну, как бы, начинает тянуться вперед. Это важный момент. Значит... Здесь я бы еще... Вот здесь еще бы я обратил внимание, когда он начинает готовиться, вылететь уже вверх. Посмотреть, что шея в этот момент начинает действительно... Ну, если смотреть тело, то шея начинает отполняться назад и вытягиваться вперед. То есть мы должны чувствовать это движение. То есть постоянно от точки подбородка и точки руки постоянно меняется негативное пространство, что дает нам ощущение оверлепа. Понимаешь? То есть сейчас у тебя очень мало так... Вот это расстояние очень мало изменяется. Поэтому создается полное ощущение, что шея выключена. Голова недостаточно сильная. То есть это работает. Значит, что еще здесь... Можно сказать... Ну, то же самое. Здесь посмотри на голову, посмотри на линию, на линию глаз. То есть в этот момент... Мое произведение подбородочка... Он подходит от груди. В этот момент, когда ты весом работаешь, он делает вот эту пружину, то есть подскоки небольшие, то у тебя все эти подскоки должны передаваться как в тело, так и в шею и в голову. То есть сейчас я вижу все эти подскоки вот здесь. Вот он остановился, пошел наверх, потом пошел опять немножко вниз, вверх. Вот здесь он немножко опять пошел вниз. Я вижу, как ты работаешь с только контролем P, если можно назовем его вес. Да? А я не вижу, как сквош-стрейч работает в теле. Я не вижу, как сквош-стрейч передается в шею и голову. Все вот эти вот резкие моменты, которые происходят сейчас здесь, они должны передаваться дальше по цепочке. Это очень важно. Значит, что бы я еще сказал в целом? Значит, смотри, пожалуйста, за руками, за ногами. Сейчас в этой анимации руки и ноги выглядят очень симметричными. То есть практически я не чувствую, что от начала шопы до конца есть какие-то изменения. Они двигаются вот так, как привязаны друг за другом. Вот две руки, вот они вот так и двигаются. Как будто это абсолютно скопированная анимация. И у них нет в момент шота, у них нет никакой разбивки. То есть никакого бригдаума. То есть где-то отстать, где-то задержаться, где-то ускориться. То есть в референсе, если ты посмотришь, то, ну, допустим, вот сейчас рука дальняя, она немножко отстает. А когда они приходят, она уже опережает. О чем это говорит? О том, что в этот момент она имеет чуть большую скорость, чем эта. И это уже немножко визуально дает нам ощущение разбивки, то есть жизни. У тебя сейчас руки ходят очень привязаны и никак не разбиваются. Здесь, соответственно, дальняя рука чуть отстает. А здесь она опять чуть-чуть опережает. Видишь, насколько... А здесь она опять чуть-чуть отстает. То есть в этих небольших разбивках чувствуется жизнь. Потому что сейчас все очень одинаково. Значит, это первое. Второе. Поглядывай за силуэтом, потому что где-то здесь в какие-то моменты все-таки можно держать более открытый силуэт. Вне зависимости от того, что ты будешь изменять расстояние между ними. Потому что вот это не очень симпатично выглядит. То есть даже для одного кадра, я думаю, что если ты делаешь какое-то ускорение, то это можно проскочить в этом камере. Здесь слой совсем теряется дальняя рука, я бы ее тоже держал. Не обязательно. Значит, это в целом. То есть посмотреть во всем шоке, чтобы твои ноги, твои руки имели разбивку. Чтобы одна нога, вторая здесь отставала и так далее. То есть, а здесь, да, было наоборот, она еще отстает, а та опережает, чтобы мы это чувствовали. Когда он приземляется, чтобы мы, может быть, какое-то пространство между ногами чувствовали, чтобы они не выглядели как одна толстая нога. Знаешь? Значит, это второй момент, который ты можешь посмотреть. Третий момент. Тебе нужно посмотреть, как работает спина. Сейчас у тебя спина практически никак не выгибается, не сгибается. Что я имею в виду? Значит, вот персонаж стоит, вот персонаж и выдвинулся. Если здесь я еще чувствую этот изгиб в отношении к этому изгибу, то вот здесь… О, да. Здесь не будет. Все, а сейчас зайти. Все, успех. На. Кому. Установка. На. вот здесь изгиб я практически не чувствую то есть посмотри вот на вот эту штуку и посмотри вот максимальная это вот эта штука то есть здесь он практически меняет ее на предположим и здесь соответственно здесь всего этого очень мало во-первых здесь еще шея идет вперед во вторых за шеи тянется вот это все и здесь соответственно вся вся спина она выглядит намного сильнее соответственно вот этот вот контраст он должен идти вот отсюда здесь мы должны хорошо читать на спине вот этого шея соответственно спины следи тоже за наклоном тела и соответственно полном . чтобы он не летел слишком сильно горизонтально в этой позе ты можешь использовать стричь то есть немножко вытянуть руки немножко вытянуть тело я имею выявлено физическую то есть чуть чуть вытянуть ноги то есть не приусердствует но все-таки его немножко вытянуть дать вот эту пластику значит дальше вот здесь меня стала смущать тоже спина то есть посмотри как он здесь выгибается как он здесь потихонечку начинает сжиматься соответственно когда он приземляется здесь уже вот он полностью давлю на солнышку здесь я тебе уже говорил смотри как работает голова с шеей здесь голова начинает подниматься и у тебя сейчас голова стоит на месте посмотри как работают руки после касания когда у тебя ладони касаются земли у тебя еще идет давление на на эту руку и у тебя предплечье еще идет в правую часть экрана а у тебя сейчас сразу начинает идти влево это говорит о том что после контакта ты сразу начинаешь чтобы ослабевать эту руку то есть тебе надо продолжить вот этот слой слой и предплечье локтя чтобы показать что рука имеет вес важный важный момент ну я про него по моему тоже уже сказал то есть когда у тебя тело идет вес идет вперед это все должно но я сейчас утрирую немножко сильнее нарисую то есть вес толкает тело само сгибается еще больше и соответственно тело толкает потом шею и шею толкает голову то есть вес толкает тело тело толкает шею здесь это все можно потом на диапазонах уменьшать но сейчас важно понять этот плюс и и потом соответственно они дальше продолжают в анимации сейчас не так сильно это сделано как я нарисовал то есть я это нарисовал более утрирую но нужно чтобы ты увидел вот эту вот цепочку как как энергия проходит по пути чтобы я еще сказал на полировки обращаю внимание на стопы стопы не должны быть прибиты всегда мертвы к полу потому что когда у него работают голен то вот это все равно что у меня ладонь стоит на земле а локоть работает то вот эта линия которая она будет тоже вставать то есть подвесом и у тебя подошва она не будет жестко прибита она будет реагировать на работу голени для полировки это тоже важно потому что видно когда подошва что это не будет если если то что это то что что еще я бы хотел чтобы ты здесь проработал со спейсингом потому что во время здесь здесь прыжка если ты посмотришь на вот эту майку проверка как она ускоряется то есть вот здесь очень хороший такой сильный спейсинг в в теле по отношению вот к этому спейсингу а у тебя вот между этим кадром и этим уже очень сильный спейсинг то есть тебе этот эту фазу надо немножко подсаживать назад соответственно это у тебя будет увеличиваться следи только что вы вперед в соответственно дальше он будет как бы ускоряться тоже и соответственно выстрелить здесь линию действует в таком случае здесь тоже посмотри чтобы он он ускорялся и только вот к этой точке он начинает замедляться а потом своими действиями руками и ногами он заставляет ускориться себя ну и плюс у него гравитация еще падение вниз он здесь ускоряется и соответственно здесь все ловим то есть вот здесь когда он подлетает вот эту вот середину проверь пожалуйста спейсинг тебе нужно его расстояние в принципе мне кажется я обозначил скажем так те моменты которые помогут тебе улучшить этот шок еще раз скажу что полировка это такой кропотливый длительный процесс соответственно после того как ты это поправишь нужно все равно еще посмотреть покажи своим друзьям аниматорам еще шок если ты хочешь чтобы он был сделан ну скажем так высокого качество то после этих полировок сейчас назвал надо будет тебе еще раз показать шок ребятам аниматорам и еще раз посмотреть на детали детали то есть полировка это постоянно такая оттачивая оттачивание детали детали возможно там еще будет с чем-то работа но еще раз говорю что этот шок на данном моменте можно рассматривать как хороший сплайм сплайм работа но нет полировок поэтому здесь у тебя работа в принципе все спасибо что показал поделился нам своей работой чем могли тем помогли примерно в таком формате у нас проходят занятия наши школы поэтому если вдруг вы почувствуете что мы вам можем чем-то помочь что мы вас приглашаем надеюсь скоро увидимся либо на наших каналах все спасибо большое если вам понравилось видео будем рады за лайк в комментариях если поделитесь с этим видео а так всем спасибо и до свидания пока пока а